Так, хорошо. Так, добрый день всем. Мне просто сказали, что здесь есть люди, которые не ожидали попасть на богослужение. Я понимаю, это вызывает определенный какой-то шок. Но я думаю, что действительно то, что вы сегодня послушаете, оно как бы даст вам пищу к размышлению. Хотел бы сегодня поговорить на тему, как исцелить все сферы нашей жизни в повседневном дне. Потому что действительно наша жизнь, она состоит из пяти сфер жизни. Я, мои цели, мое мировоззрение, моя миссия в жизни, моя семья, мой талант, моя работа, мое окружение и кто я в этом обществе. И пятая сфера, это мои друзья, моя команда, с которой я по этой жизни двигаюсь. Вот. Ну, хочу вам представиться. Меня зовут Андрей Матюжов. Я пастор, епископ. Мне 47 лет. В прошлом я двукратный чемпион России по боксу. Член сборной страны по боксу. На протяжении, не знаю, даже до сих пор я бизнесмен. В бизнесе был как бы очень крупным. То есть один из моих товарищей, он ходит в книгу Forbes, ну, на десятку самых богатых России. Да, помимо того, я заканчивал Российскую Академию Госслужбы при президенте здесь, в Москве. И пастор. Я не просто пастор, я еще являюсь в ассоциации международного служения по глобальному, ну, как бы религиозному языку, называется евангелизация страны. По сути дела, реформация стран. Глобальная реформация всех стран, где входят и президенты, и министры разных стран. То есть это глобальная сеть. И поэтому часто очень много у людей, допустим, вопрос касается, допустим, веры. Это вопрос касается лично меня. Или, допустим, ну, как бы, хочешь не пойти, ну, как бы, в ад, иди на нет. Вот. Но всегда надо, всегда понимать, что сегодня, где мы находимся в здании империи, да, здесь очень много проходит разных коучингов, как улучшить какие-то сферы своей жизни. И, как правило, эта сфера жизни, они определяются в каком-то, каком-то конкретном направлении. Талант, бизнес или там это, твое влияние и так далее. Но надо всегда посмотреть все-таки, как это изначально, изначально, как Бог сотворил человека. Здесь кто-то верит в эту теорию, кто-то не верит. Но Библия говорит, что Бог сотворил человека по образу Божьему, по подобию Божьему. И он дал ему миссию жизни. Владись, размножайся, наполняй владычество и господство над землей. То есть в миссии, чтобы Божий человек влиял над всем этим миром. Но по факту мы видим, что не происходит так. Почему? Бытие третьей главы, она говорит о чем, что человек однажды послушал другую теорию. Какую теорию? Деял пришел и сказал, ты можешь мыслить так. Несведущие не понимают, читая эти слова, они говорят, посмотри на плод, приятен, вожделен, дает знания и делает тебя как Бога. То есть вот такую программу он заложил в каждого человека. Живи, как тебе нравится, как тебе приятно жить. Ставь себе вожделенные цели, достигай, чего ты хочешь. Слушай, думай и живи, как ты хочешь знаний, приобретай те, которые ты хочешь. И самое главное, будь как Бог. Что значит как Бог? Не будь ни от кого независим. То есть сам строй свою жизнь. И в этом есть большая ложь. Человек не может быть независим. То есть каждый из нас зависим от слов, которые в нас заложили. И слова, которые нас заложили, воспитали, они формируют цели, ценности, направления нашей жизни. И Иисус, когда начал свое служение, он сказал следующее. То есть я, допустим, легко могу понять, допустим, в чем живет человек. Как? Сегодня большинство молодых спросил. Я знаю, как ты хочешь жить, даже если я не знаю тебя. Ты хочешь жить, как тебе нравится. Ты хочешь достигать те цели, которые ты хочешь. Ты хочешь саморазвиваться. И чтобы никто тебя не корректировал. И, в принципе, сам выразиться, самосостояться. Но в то же время, когда Иисус сказал, я тебе скажу, в чем ты живешь. Ты трудишься, решаешь проблемы и переживаешь. Это состояние твоей, в основном, чаще всего постоянное состояние жизни. Ты не переживаешь только тогда, когда у тебя все катит. Но когда перестанет катить, ты начинаешь переживать. И когда Иисус сказал такие слова, Он сказал, придите ко мне все труждающие, обремененные, и я успокою вас. И суть вообще, я видел много верующих, которые переживают. Вроде бы пришли к Иисусу, а находятся в переживании. Либо они, вопрос следующий, либо они не пришли к Иисусу, либо они чему-то не научились. Вот. Но я в своей жизни к этому пришел. Я в своей жизни это испытал. Бога в своей жизни. То есть у меня, а, еще одну истинность. У меня, я женат, у меня одна жена, двое детей, 27 лет вместе, да? То есть, когда, допустим, ну, чаще всего лучше говорить, если ты веришь, покажи веру твою и сделок твоих. В чем ты испытал Бога, да? В семье испытал? Испытал. В семье хорошее? Классно. В бизнесе испытал? Испытал. В влиянии на общество испытал? Испытал, да? Ну, вот так в тот момент. Поэтому, конечно, я здесь не знаю, сколько буду пока на три дня. Может быть, это. Если кто-то хочет, допустим, отдельно потом встретиться, еще раз пообщаться, конечно, давайте забьем эти встречи, как говорится, и будем дальше. Теперь давайте качнемся в суть к теме. Суть к теме, как исцелить все сферы нашей жизни. Мы должны всегда понимать следующее. Что? Когда Бог... Что мы сегодня видим людей? Каких людей? Мы видим людей нравственных, но без миссий. Мы видим людей верующих, живущих на остальной жизни, но без миссий. Мы видим людей, знающих, допустим, благую весть, но не умеющих употребить благую весть в повседневной жизни. И надо всегда понимать следующее. Кто опасен, больше всего, самые опасные люди на этой земле? Сегодня самые опасные люди на этой земле, у которых есть миссия. Дьявол вообще не боится верующих. Он не против, чтобы было там тысячи верующих, десять тысяч верующих в одной церкви. Он вообще не против. Чтобы мы пели, молились за больных, изгоняли бесов. Он вообще против этого, он вообще не против. Но он всегда боится людей миссий. Верующие евреи, они были под гнетом египетского царя. 400 лет. Это исторический факт. И ничего бы не поменялось, если бы однажды один человек, Моисей, который был с миссией Божьей, не пришел в Египет, и мы знаем это, не просто были это исторические факты, он просто говорил, и он изменил историю Египта. Ной, тоже исторический факт. Получил миссию, сказал, эта земля будет уничтожена, строй ковчег, и неважно, кто о чем как думал, смеялись над ним, все, он просто взял, построил, и он действительно совершил миссию. Авраам, человек миссии, Давид, человек миссии. Давайте посмотрим, Иисус Христос, кто изменил сегодня весь мир. Было много великих людей, то есть я хотел бы сказать, что есть люди с миссией, которые влияют на историю. Кто повлиял на историю? Гитлер повлиял, Наполеон повлиял на историю. Разные психологи повлияли на историю. Но если мы смотрим глобально, и Библия дает ответ, что как дьявол вкладывает в миссию, так и Бог вкладывает в миссию. И мой вопрос заключается в чем? Либо мы в Божьей миссии, либо мы ее как бы осознаем, мы не осознаем, но мы попадаем под влияние людей в миссии. И когда Иисус пришел, мы живем во времена от Рождества Христова. Как бы вы к Иисусу не относились, но Иисус повлиял на законодательство, на культуру, на экономику, на летоисчисление этой страны? Где сегодня те храмы, которые были во времена Иисуса? Где сегодня те философы, которые были во времена Иисуса? Ну, или еще какие-то? Нет, Иисус повлиял. Кто еще повлиял? Апостол Павел повлиял. Мартин Лютер повлиял. Кальвин повлиял. Кто там еще повлиял? Мартин Лютер Кинг повлиял. Люди в миссии. Мы живем в истории, поэтому всегда, прежде всего, вопрос, который мы должны для себя сказать. Я человек в миссии или нет? Если я человек в миссии, значит, я оставлю след в истории. Если я человек в миссии, значит, я опасный человек. Если я человек в миссии, значит, я человек в влиянии. Если я просто имею какие-то убеждения, это ничего не значит. Если я просто имею какое-то нравственное, я не пью, не курю, не матерюсь, это вообще ничего не значит в плане истории. Значит, только одно миссия. И когда Бог, допустим, изначально сотворил человека, Он дал ему миссию плодись, размножайся, наполняй, распространяйся и господствуйся. И Бог, если какие-то вещи задумал, Он никогда от своих взглядов не откажется. Поэтому даже когда Иисус пришел, Он сказал, что я пришел совершить миссию. И Он в итоге сказал, что дана мне всякая власть на небе, на земле. И что Он сделал? Он воспитал учеников, их было 500, но 120 отморозков. 120 это смертников, которые в горнице сидели. И они сказали, мы изменим весь мир. И по сути дела они это произвели. Они изменили этот весь мир. Поэтому всегда, вот я когда смотрю, допустим, встречаясь с верующими, я, допустим, всегда, только моя цель всегда найти человека миссии. Потому что достаточно одного человека в Москве, но который будет с миссией в голове. Он изменит Москву. Вот никто не знает, допустим, исторический фактор, как апостол Павел, допустим, повлиял на Римскую империю. И там в посланиях написано, что приветствуют вас из дома Кесаря. И мы знаем из истории, что Александр, император, в итоге Римскую империю сделал христианской. А как он это сделал? Просто мама Константина стала верующей. И мама воспитала Александра верующей. И когда отец его умер, Константин сделал Римскую империю верующую. То есть мы должны всегда понимать, что миссия, она не имеет такое понятие здесь и сейчас, на чем сегодня сосредоточены люди. Здесь и сейчас. Миссия, она имеет понятие на тысячи лет вперед. И Бог все равно совершит. И поэтому одной из ключевых мыслей, о которой мы всегда говорим, не надо обманываться людьми, не надо обманываться собой, и не надо обманываться обстоятельствами. Если от Бога эта миссия, то она все равно исполнится. Неважно, пусть сегодня толпа тебя не поддерживает, пусть сегодня над тобой смеются. Люди миссии, они все равно станут в определенное время людьми влияния. И когда люди говорят, надо всемирную евангелизацию, и говорят, что Иисус есть Христос, и что такое всемирная евангелизация, я не буду всемирной. Я говорю, если ты не хочешь влиять на этот мир, если ты не хочешь быть головой, а хочешь оставаться в заднице, пожалуйста, не евангелизируй, потому что евангелизация это влияние. Евангелизация это когда ты берешь и меняешь мировоззрение человека. Евангелизация это когда ты говоришь, слушай, ты подделка на сегодняшний момент, И ты неудачник на сегодняшний момент. Осознаешь ты это, не осознаешь, но по факту ты неудачник. Почему? Я могу с исторической точки зрения показать. С исторической точки зрения показать, что изначально Бог сотворил человека оригиналом, а когда человек ушел от Бога, он стал подделкой. И все цели, ценности, мирожжение, это поддельные моменты, поэтому не надо об этом вообще говорить, что ты какой-то оригинальный человек. Я за свои 27 лет видел богатых людей, когда они поднимались и падали. Когда они так жили, что там, я говорю, ну что, не буду назвать фамилии, я скоро к тебе буду приезжать на тележке. Он говорит, в смысле на тележке? Он говорит, ты так высоко смотришь, тебя на тачанке надо качать, потому что только ты и небо, понимаешь? А потом они вновь превращались. Но в то же время история говорит о чем, что божьи люди никогда не были вновь. Они всегда были в истории. Люди в миссии всегда попадали в историю. Поэтому исцеление жизни, оно начинается с самого простого. Миссия твоей жизни. В чем миссия всей твоей жизни? Вот это прежде всего. Потому что твоя миссия будет влиять на тебя, твоя миссия будет влиять на твою семью. Твоя миссия будет влиять на для чего ты хочешь иметь успех в этой жизни, на твой талант. Твоя миссия будет влиять на все твое окружение, общество, в котором ты находишься. И твоя миссия будет определять, какую команду ты после себя оставишь. Маленькое свидетельство скажу. Я в Сочи, уже три месяца был. И у меня такси, ну на такси перебирались. Одному таксисту немножко проповедовал, он так не согласился, но потом опять сел. Через некоторое время он говорит, о, проповедник. Я говорю, о, проповедник. И я ему полтора часа проповеднул. И потом он говорит, давайте я отвезу в это, ну, я улетаю в Москву, он говорит, давайте я заведу в аэропорт. Я говорю, давай. Я опять сел в аэропорт и начинаю ездить. Он говорит, слушай, а зачем ты оставил бизнес? Вот ты же успешный бизнесмен, зачем ты оставил бизнес? Я ему просто сказал, потому что я человек миссии. Потому что я закрыл, жили-были. И на протяжении 23 лет, знаешь, как я живу? Я ложусь спать, утром слушаю Божье Слово. Вечером засыпаю, слушаю Божье. Утром просыпаюсь, Божье Слово. Почему? Я постоянно себе напоминаю, кто я, для чего я предназначен и какая миссия в моей жизни. Я постоянно изучаю это. Почему я это слушаю? И когда я утром просыпаюсь, самое главное уметь каждый день принимать правильное решение. Самое главное во всех аспектах жизни научиться принимать правильное решение. Для чего моя семья? Для чего он мне дан мой талант? Кто я по этой жизни? Если я чадо Божье, если я Божий слуга, значит, я принц небесный, значит, я не могу просто стоять на колени пред каким-то человеком. Я не могу вставать под герму нечестивого. Вот я понимаю это. И я знаю, что надо сделать. Надо находить людей миссии. Когда у тебя есть убеждения, всегда найдутся люди, которые будут не согласны с твоими убеждениями. Но когда у тебя нет убеждения, ты будешь и вашим, и нашим. Только люди миссии, они имеют противников. Людей, которые нет миссии, они становятся человекоугодниками. Это очень глубокая фраза. Я говорю, знаешь, я говорю, на протяжении 23 лет, хоть и занимался бизнесом, я постоянно всем проповедовал, потому что я все время искал людей миссии. И за 23 года, будучи пастором уже, 22, я уже 3-23 год, я уже воспитал много учеников миссии. И они сегодня и в Москве, и в Сочи, и в Израиле, и в Питере, и в других городах. И я понимаю, что на сегодняшний момент я могу 80% уделять время бизнесу, но я уже поездил на разных машинах. И я знаю, что на самом деле для жизни и благочестия не так много надо. И я знаю, что я Богу больше буду полезен, когда? Когда я буду больше учеников воспитывать, чтобы вкладывать не к Божьей миссии. И в сегодняшний момент, вот извини, говорю, у меня, вот мы идем, он говорит, ты бросал свою жизнь. Ты просто все время занимался работой, а я занимался работой, воспитываю учеников. И сегодня я уже могу оставить бизнес и заниматься только воспитанием учеников. А ты до сих пор крутишь эту баранку. И поэтому надо всегда понять миссию своей жизни. Ради чего ты готов жить? Еще одно выражение. Если то, что ты делаешь, не будет жить после тебя хотя бы сто лет, все, что ты делаешь, это фигня. Потому что умрешь ты, и все, что ты делаешь, это тоже умрет. И поэтому Иисус, он что делал? Иисус, он когда пришел, он на чем сосредоточился? На воспитании учеников, которые будут совершать что? В течение. И оно уже тысячу лет. Я знаю то, что я делаю, это тоже будет работать. Почему? Потому что у меня уже есть ученики. Итак, смотрим. Я взял доску, но уже как бы так говорю. Смотрим. Самая главная встреча, которую человек может произвести, это встреча с Богом. Какое понимание, когда человек встречается с Богом? Он получает путь жизни. Иисус, когда начал свое служение, Он сказал такие слова, Иоанн говорит, Иоанн 14,6. Я есть путь, истина и жизнь. И поэтому для меня, что человек встретился с Богом, первый главный показатель, он приобретает цель всей своей жизни. Он приобретает путь, по которому он хочет идти. Вот это главный показатель. Определить путь. Я так как я уже представлялся у вас, я всегда ставил себе цель. Если я пошел на бокс, значит, я должен стать самым сильным боксером. Если я начал заниматься бизнесом, значит, надо дойти до большого уровня. Если я начал войти в политику, значит, тоже надо это делать. Если я решил прийти верующим, я, значит, должен говорить, я буду самым успешным из верующих. Почему? Потому что зачем заниматься чем-то, если в этом не иметь успеха. Это моя идеология. Но я всякий раз, когда ставил какие-то цели, я приходил в тупик. Когда я достигал бизнеса, у меня семья разрушалась. Когда я начинал заниматься семьей, у меня в других вещах была проблема. Не было баланса, чтобы на всю сферу. И когда я встретился с Богом, я понял путь. Я понял, что историю пишет Бог. Не человек. Человек может быть в части истории, которую пишет Бог. И если Бог, который пишет историю, начиная от сотворения мира, от Ноя, от Авраама, если он все это совершал, то не важно вообще, для меня, не важно, кто пойдет против меня, в каких я жизненных ситуациях прорвусь. Если я делаю Божье, я обязательно прорвусь. Обязательно будет успех. Обязательно будет шедевр жизни. И когда ты вот эту вещь понимаешь, вот эту вещь понимаешь, знаете, что уходит? Беспокойство и страх. Потому что люди все время беспокоятся. Знаете, о чем? Правильно я делаю. На правильном ли я пути. Или то, что я делаю, состоится у меня или не состоится? Я знаю, что я то, что делаю Божье, это состоится. И я уже 27 лет верующий, и вот так оно и есть. Поэтому первое, это определить миссию или путь к жизни. Путь всей своей жизни. Если это Божий путь, он состоится. Но что мешает? Миссия. Что мешает? И мы сегодня об этих ловушках поговорим. Когда я приобретаю путь, теряя уходит беспокойство и страх. Поэтому ученики легко сказали, что мы умрем за Христа, чтобы исполнить Его волю. Если у вас беспокойство и страх, это вопрос не заключается в вашей миссии в жизни. Вот и все. Поэтому мы говорим, что ты должен быть уверен в спасении. Что такое уверен в спасении? Я знаю, что я делаю. Я знаю, что я Богу служу. Сесть в свою жизнь. Я думаю, ты куда любо угодно приезжаешь, ну или куда-то хочешь по карьерной лестнице расти. Что часто? В спорт или в бизнес, или в политические партии. Что они требуют от тебя? Исполни нашу миссию. Нам не важно, какой ты будешь. Но если ты все целы будешь исполнять миссию, мы за тебя. Я общался с одним послом из Африки. И когда его назначали, он в Украине. Он сказал, что если ты будешь преследовать интересы страны, но будучи послом, не зная, что в какую бы ситуацию ты не попал, вся страна будет за тебя. Но если ты будешь сам на сам в свои игры играть, ты сам по себе. Я вот это увидел. И поэтому первое, как вы уходит беспокойство и страх, если у тебя есть правильная миссия? Если это Божья миссия, тебе не надо бояться. Но второе, что мы должны понять? Первое, беспокойство и страх. Второе, для исполнения миссии, что мешает нам? Для исполнения миссии нам мешает, если мы связаны. Связаны. То есть, я понимал, что если мне надо, если ты человек цели, миссии, тебе ты понимаешь, что будет мешать твоей миссии. В Библии так написано. Все вам можно, но не все полезно. Все вам можно, но ничто не должно что? Обладать вами. Поэтому, что мешает миссии? И первое, что мешает миссии? Чтобы тебе быть успешным в этом мире. Ребят, я вообще не говорю, если вы верующие, у вас невозможно, чтобы не быть успехом. Но что мешает быть миссией? Мое я. Мой эгоцентризм. Потому что Иисус, Он так сказал, не моя воля, но твоя. Я сегодня вижу в следующий момент, что люди приходят в церковь, но что они больше всего хотят? Устроить свою жизнь. Устроить свою жизнь. Бог, сделай мою семью сильной. Бог, сделай меня богатым. Бог, сделай это. Или что я получу? Оман лез мне. Мы часто, когда я проповедую, он говорит, зачем нам ходить на обучение, что здесь Москва, что я получу? Ну, как бы, что я получу об этом? И я говорю, да ничего ты не получишь, понимаешь? Потому что, если ты получишь миссию, это отразится на всех серверах. А если ты хочешь что-то от меня взять, ну, это уже не тот разговор. Иисус вообще иногда, когда начал говорить, он говорит, следуйте за мной, я вас научу, возьмите крест. И следуйте за мной. И он вообще говорил о том, и вы вообще, когда будете следовать за мной, молчите и смиритесь, пока я вас буду учить. А как Иисус? Иисусу вообще вот так вот можно было сделать, чтобы церковь была большая. Просто он чудотворец. Он только бы мог исцелять, изгонять бесов, и миллионы бы были у него в церкви. А он вообще говорил, да, я это самое, однажды покормил пять тысяч человек, не считая женщин и детей. Его хотели царем сделать, он ночью раз, и на лодке уплыл. Поэтому пастор не должен стремиться впечатлить людей, чтобы церковь была большая. Церковь должна быть церковью миссии. И все. И пусть она даже будет из десяти человек, но если люди будут сосредоточены на миссии, эта церковь однажды станет влиятельной. Поэтому всегда нужно прежде всего что? Убрать эгоцентризм. Свои цели, свои желания, свои планы. Если команда хочет чего-то достигнуть, она должна пожертвовать своими целями ради общей миссии. И Иисус в Матвеисе 6.33 сказал, «Ищите царство Божие и правды, а остальное что?» приложится. Второе, что мешает, от чего надо в своем, прежде всего, мышлении убрать, это законничество. Что такое законничество? Это авторитаризм. Это когда человек начинает подавлять другого человека. Если отец такой сильный и подавляет своих детей, многие дети заканчивают жизнь самоубийством. Почему? Потому что он постоянно навязывает свою волю. Законничество – это когда ты начинаешь людей критиковать. «А, ты верующий пьешь! Ты верующий куришь! Ты верующий, у тебя еще такие-то проблемы! Ты грешишь!» Я иногда так стою и думаешь, ну, понимаете, у меня был такой момент, когда я увидел Даньку, которую полюбил Иисуса. И у меня здесь не было людей, которые могли бы проповедовать. Я говорю, «Даня, вот эту проповедь расскажи тем, кто готов слушать». А он еще жил в блуде, ну, то есть, связал со своей прекрасной девушкой в незаконном браке. У меня четыре человека из церкви пришли и сказали, «Да какой он пастор?» Я говорю, «Я еще его не рубал». «Да какой он пастор?» И ушли из церкви. Я видел, что он Иисуса любит. И если я буду ему говорить слово, однажды все придет в свои пальцы. И сегодня он женат, у него прекрасная жена, прекрасный ребенок. Если бы сегодня пастор повел бы людей на свадьбу, и когда там закончилось вино, я сказал, «Все сейчас решим». И несколько ящиков вина привез на свадьбу. И они сказали, «Да какой это пастор?» Ну Иисус первое чудо что сделал? Вино закончилось, верше сказать, «Слава Богу!» Сейчас хоть бухать не будут. Наконец-то это все. А он говорит, «Слушай, вот эти чины, видите, где ноги моют огромные?» «Давайте, шаг ракадабка!» «Ребята, веселимся!» Понимаешь? Понимаешь? Это законничество просто взрывало бы, понимаете? Верующий кует. Ребята верующие перестали курить, знаете, когда? 60 лет назад. Спержин, великий проповедник, который влиял на многих, курил сигареты, трубку курил. И вообще, как вот это может повлиять на миссию? Кует человек, выпивает ли человек? Как это может повлиять на миссию? Когда ты набираешь команду, ты ищешь профессионалов, которые посвятят себя миссии. Ты не спрашиваешь учителя, или там выводится, «А как у тебя в семье отношения?» «Дай разберусь, слушать мне тебя или не слушать? Верить мне тебе или не верить?» Ты если понимаешь, что он обладает силой, ты его берешь и на работу, и следуешь за ним. Кальвина сегодня критикуют, но Кальвин воспитал 400 тысяч миссионеров и повлиял на умы многих царей. Все находят, «О, Кальвин, вот в этом прав». Такие специалисты вообще, капец. Человек эпоху поменял, мировоззрение поменял, а сегодня человек, который нифига не поменял, уже разбирается в богословии Кальвином. Мартин Лютер эпоху поменял, мировоззрение, реформацию сделал, вывел на новый уровень вообще развития цивилизации. Ну да, он 2 литра пива только в день пивал. И сегодня что говорят о Мартин Лютере? Да он алтоголик. Извини, кто из вас может Библию перевести? И вот сегодня законники, они начинают куда смотреть, как у нас ФСБ работает, на что работает. Они делают ягодные ловушки, проституток подкидывают людям, которые что-то хотят менять, потом заснимывают их и потом говорят, ну как вы будете верить, человек моральный урод. Понимаете? И сегодня законники, что вы всегда к Иисусу приходили? Посматривали, фарисеи, сундукеи, что вы законники не считали? Аа, руки не моешь, аа, с грешниками общаешься, аа, это самое, на свадьбы ходишь. Они постоянно пытались, поэтому законничество, оно мешает миссии. И многие законники не могли исполнить своей жизнью миссию. Многие церкви сегодня умерли, потому что они сосредоточились на морально-нравственном образе жизни, чем на изменении этого мира. И они постоянно друг к друге ковыряются, ну-ка, брат, приди сюда, давай распределим, что ли у тебя нормальный лиц и что ли нормальный лиц. Поэтому законничество, оно мешает миссии. Что такое мешает миссии? Благочестивый стиль жизни. Я не говорю о том, что я сейчас говорю, давайте будем жить поблагочестивым. Я хочу расшифровать, что я сюда вкладываю. Давайте сделаем так, чтобы людям с нами было хорошо, чтобы люди о нас хорошо отзывались. Давайте будем жить так, чтобы никто не сказал, что у тебя пятнышка есть. Давайте сделаем так, Иисуса вообще не интересовало, как о нем люди отзываются. Это вообще не интересовало. Если ты хочешь исполнить миссию, не старайся понравиться всем. Если ты человек миссии, ты обязательно кому-то не понравишься. Поэтому не пытайся услужить, знаете, вот так вот, посмотрите, я вот так правильно веду, вот так правильно говорю, я вот прям вот такой весь правильный, и если люди увидят, что я правильный, тогда они поверят в моего Бога. Люди верят, людям миссии. Людям верят, людям духа. И бывает, если вы посмотрите, всю Библию написали люди, и у них были недостатки. В то библейские истории у них были недостатки. Но если это миссия Божья, мне все равно, как ты обо мне думаешь. Я человек Божьей цели, а ты какой цели? Поэтому вы должны понять такой, что благополучия жизнь, да, она хороша, но если там нету миссии, все это пусто. Ты просто пытаешься понравиться. Иисус вообще иногда говорил, давайте накормим, давайте исцелим, давайте это, чтобы все люди хорошо. Их бы вообще было все равно. Он говорит, ребят, у меня время коротко, и я пришел воспитать учеников. Я пришел оставить след эту историю. Что еще мешает миссии? Чем мы связаны часто? Здесь напишите, не благосилы в жизни, а желание постоянно угодить, нравятся людям. как я буду проповедовать Евангелие в ресторане за бокалом вина или пива? Да классно, проповеду миссию. Я не говорю, что вы пить должны, я просто говорю, о чем, что вы должны нести миссию. Слишком активный стиль жизни. Вот мешает, что связано с миссией. Слишком активный стиль жизни. Что такое стиль активной жизни? Надо делать немного, надо делать важно. Надо делать, еще раз, немного, надо делать важно. Что надо делать важно? Иисус целыми днями чего делал? Он искал учеников. Потому что ученики это часть команды. Где она должна быть? Часть команды она где-то на местах действия. Где-то здесь, где-то там, может этажом ниже, где-то там. Надо всегда искать. Что делает тренер? У моего тренера всего за всю его историю два человека. Чемпионы высокого уровня. Первый из них я. Сколько через его поток прошло людей? Через спортзал? Мы как тренера понимаем. Много талантливых людей, которые хотят чего-то достигнуть их сколько? Единицы. Поэтому тренера делает человек самый великим не то, что сколько он потренировал, а сколько он учеников воспитал, до которых дошли до определенного уровня. И поэтому наша задача следующая немного людей собрать в церковь. Пришли, пришли, ушли, ушли, ничего страшного. Наша задача найти учеников. И поэтому мы должны знать, чем наша церковь отличается от слова жизни или других церквей. Чем отличается? Там хорошее прославление, там это. Зачем делать то же самое, что делают других церквей? Давайте просто к ней присоединимся и все. И хорошая церковь станет еще больше. Но наша церковь отличается в чем, что мы хотим радикальные реформационные изменения, евангелизации нашей страны, чтобы разрушить культуру сатаны. Вот я был в Южной Корее, там есть великий пастор Юру Гвансу. Он 30 лет пастор. И он взял 600 молодых человек. 600. 16, 20, 25 человек. И он каждый день воспитывал, что вы должны изменить Южную Корею. Вы должны не позволить, чтобы ЛГБТ, другие вещи, что разрушают страну, вошли сюда. Вы должны стать люди высочайшего класса и влиять на Южную Корею и на весь мир. Сегодня эти 600 человек очень успешные предприниматели, политики, профессора, воспитатели. И знаете, что они мне говорят? Если ты найдешь человека, который хочет влиять, ученик любой со школы уйдет, ты можешь прислать его в Южную Корею, мы его устроим бесплатно, как в нашем ГУМ, он попадет к профессору, к христианину, и он будет его воспитывать, чтобы, когда он приедет из страны, чтобы он стал влиятельным человеком. Потому что эти люди посвятили себя миссии, и когда говорят, Южная Корея ничего не достигли, давайте посмотрим, чего сегодня достигла Россия. Поэтому не надо много делать, надо делать важное. Еще от чего надо отвязаться, от пассивного стиля жизни. Что такое пассивное, есть такое мировоззрение, говорит, все, что не делается к лучшему, но это неправильно трактует. Говорит, ну, если Бог что-то хочет, пусть он это сам сделает. Если Бог что-то хочет, пусть это делать. Бог это будет делать через что? Через нас. Абсолютно. А мне сказали, ты случайно пришла? Бог любит таскательное компенсение на скрестном церкви. Аминь. Ясно, ясно, ясно. Слава Богу, здесь пассивность. То есть очень много сегодня пассивности. Если Бог что-то хочет, пусть он это сделает. Если Бог что-то хочет, пусть он это сделает. Нет, не аминь. Бог будет как дьявол работает через людей Ефесянам 2-2 написано. Он действует в сценах противления. Так и Бог действует через кого? Через людей, которые движимы Духом Святым. Шестое. Через видимые образы. Что такое видимые образы? нас начальник совершитель веры это кто? Христос. Мы не должны превращать выдово пастора. Мы не должны превращать выдово президента страны. Сегодня что происходит? Сегодня все блогеры что делают? Они упаковку покажут. Смотрите у меня Феррари, смотрите где живу, смотрите и люди миллионами 20 миллионов подписались на какого-то таренка или какого-то блогера, который создал пирамиду, два года работал, потом 7 миллиардов снял и людей всех кинул. Инфиника, да, Инфиника. Почему? Потому что мы должны всегда понимать, какой бы человек не был сильный, понимаете, мы не должны следовать за человеком. Мы должны следовать за Христом его волей. И мы как одна команда дополняем друг друга, чтобы его воля совершилась. И должны рассматривать друг друга, не как идеальную церковь или идеального пастора, мы должны всегда осмотреть идеальную цель. И люди становятся идеальными, когда они исполняют вместе идеальную цель. Не смотрите, не ищите людей, не обманывайтесь людьми. Следующее. Я уже говорил это, но еще раз скажу, это понравится людям. Я хочу тебе дать и всем проповедникам, которые меня слушают. Суть церкви это постоянно делать главное главное, а второстепенное второстепенное. что является главным Христос его воли. Это главное. И поэтому на каждом собрании нужно только говорить об одном, Христос его воли, Христос его миссия. Почему? Потому что суть кафедры создать течение. чтобы мы каждый день сосредотачивались на цели где мы должны повлиять, куда нам прорваться, чтобы в итоге еще где-то застолбить флаг влияния и движения. Поэтому вот это главная наша цель. Я всегда своим ученикам говорю утром просыпайтесь и всегда напоминайте миссию своей жизни. И поэтому всегда смотрите какие вам будут двери открывать, какие встречи всегда тратьте 80 времени на учеников, на тех которые что-то хотят. Не старайтесь угодить всей церкви. У меня была церковь 500 человек, я устал от них. Потому что я постоянно решал все проблемы у людей. Я понимал что если умру их не станет. Я сказал все я буду это самое. Я неплохо к вам отношусь все друзья мои. но я посвящаю свою жизнь ученикам. И вы знаете 200 человек ушло сразу же. И это меня не расстроило. Вообще не расстроило. Вообще не расстроило. Почему? Потому что они искали не Христа. Они искали человека который решает их проблемы. Они искали человека который сделает их жизнь лучше. поэтому желание понравиться людям это большой момент. И знаете я всегда так говорю. Все говорят вот вы постоянно Иисус есть Христос миссия. Но не все же хотят миссию делать. Я говорю если вы не будете идти этим путем все остальное это фигня. Я как пастор опытный могу сказать такую вещь. Если вы не будете следовать божьим путем и скажете для меня главная семья или для меня главный заработок если этот путь не путь божьего влияния придет к власти какой-нибудь человек и сделает так что твоя жизнь станет хуже. Если язычник будет править миром он сделает так что твоя жизнь будет хуже. И ты будешь когда говорить работы много трудись дурачок получишь значок. Немного надо трудиться надо бить в цель. Немного надо воспитать такую церковь которая будет менять этот мир. Влиять на этот мир. Поэтому конечно мы каждый раз я хочу слушать о семье. Я хочу слушать об освобождении бесов. Я хочу слушать о любви. Дорогой это второстепенное у нас есть библейская школа. У нас есть семинары. Я хочу слушать о святости. У нас есть такой путь благочестия. Отдельные уроки пожалуйста слушай. Потому что если я перевращу церковь он хотел большую церковь он о чем начал говорить? О любви и о семье. И женщинам конечно а семья это цель моей жизни. А любви и любовь говорят они они говорят. Если ты будешь о чем ты говорить ты соберешь тех людей кому это интересно. Если ты будешь говорить о миссии соберешь людей миссии. Если ты будешь говорить о святом вопросе жизни, ты соберешь людей, которые только хотят жить свято, такие морально-нравственные люди. Если ты будешь говорить только о семье, ты соберешь в церковь только людей, которым нравится семья. Ну что важнее, ребята? Важнее миссия его воли. Важнее Христос его воли. И не важно, что ты сегодня... Вот у меня есть человек, допустим, в Питере, классный даятель. Постоянно много жертвует денег. Ну знаете, он даже такой говорит. Я говорю, Коля, ты должен научиться мышлению царя, священника и пророка. Ты должен научиться. Он говорит, пастор, а он бизнесмен, у него бизнес такой сложный. Я научился мышлению пророка, научился мышлению царя. Вот мышление священника не могу никак научиться. Когда деньги не отдают, я просто по голове бью, и они отдают. Понимаешь? И он еще и пурит, и пиво бьет. Понимаете? Но у него есть столбы в момент. Он говорит, верен Богу, верен церкви, верен пастору. Я стою, думаю, ну, ничего, выгнать из церкви, или сказать, не изменишься, пошел вон. Я хочу одну мысль скажу. Я, конечно, знаю, что многим это не понравится, потому что я сегодня проповедую. Но я хочу одну мысль сказать. Вот здесь всех сидящих, знаете, у вас какого сердца нет? У вас они в этом сердце отца. Знаете, почему? Почему? Потому что кто из вас воспитал детей, да, хотя бы до совершеннолетия? Кто из вас воспитал? Прямо ты с ними жил? Воспитывал? Не разрушил семью? Ну, я никого не хочу обидеть, я просто хочу, ну, по фактам смотреть. Когда ты воспитываешь детей, ты знаешь, что есть вещи, когда они тебя любят. Потом есть вещи, когда они тобой пытаются манипулировать. Есть вещи, когда они тебя не уважают. Есть вещи, разные вещи. Тебе надо будет терпеть все их некогда. Это как хорошее, так и плохое. И ты знаешь, что у тебя одни дети, их больше не будет. И ты где, когда они идут, тем путем ты такой молишься, как-то старайся. У меня с сыном было время, когда мы прям разорвали отношения. Я думаю, такой путь, как же мне с ним какую-то ниточку найти, чтобы хоть как-то с ним строить. А он компьютерные игры любит. И я с ним, давай, пока играли, чуть-чуть, ну, выстроили отношения. Потом смотрю, уже и на других вещах могу с ним разговаривать. Потому что отец, он не рвет ни с кем отношения. Отец воспитывает, чтобы заложить ребенка миссию, чтобы это... И поэтому пастор, я всегда вижу, кто-то приходит, закон врубает, кто-то там благочестие врубает, кто-то еще что-то. И вот, и всегда пытается изнутри церковь разорвать. Эти правильные, эти неправильные. И что пастор всегда делается? Стоять, бояться. Не туда идете. Если человек постоянно будет слушать слово и пойдет на миссию, он однажды уберет все неправильно, что будет мешать его миссии. Если это мешает, если ты зависима от алкоголи, и это мешает, не пей никогда. Если ты зависим от компьютерных игр, и это мешает, не играй. Если тебе мешает исполнять Божью волю что-то, не делай этого. Все вам можно, но не все полезно, и ничто не должно обладать вами. Вы еще со мной? Да. Потому что смотрю, некоторые люди уже на часы поглядывают. Что еще надо убрать? Восьмое. Мистицизм. Некоторые, знаете, я сам исцелился от язвы желудка, когда пришел Бог. Кто-то получил чудо, исцеление от рака, или еще что-то. Кто-то пережил Божью любовь, они говорят, надо Бога всегда ощущать. Я в цели любви не чувствую. Атмосфера какая-то не та. Да, ребят, да, конечно, Бог дал тебе благодать. Он десять прокаженных исцелил. Сколько он пошел за ним? Один. Сколько он накормил, сколько исцелил, сколько он пошел за ним? И надо всегда понять, что как только ты возьмешь миссию, цель Евангелия, знаете, какая? Выявить все негативные качества, которые мешают тебе в исполнении миссии. И это для тебя исцеление, потому что тебе вот это от этого свободу надо. Свободу, свое мировоззрение, что мешает тебе иметь миссию? Любая женщина скажет, ну, большинство, мне кажется, скажет, когда муж с ним скажет, миссия моей жизни сделать тебя счастливой и жить только ради семьи. Она скажет, хо, конечно. Ну, я по пятницам буду загуливать. Неважно. Главное, чтобы только ради меня и моей семьи. Она любого человека примет только ли в месте жизни ради меня и моей семьи. И бизнесмен любой так же скажет. Да неважно, что там у тебя. Если ты вовремя на работу приходишь, исполняешь, неважно какой ты. Лишь бы работу делал. Есть люди сегодня, такие хорошие, благочестивые. Да это 98% сегодня церкви такие. Может быть, конечно, я ошибаюсь, но они не хотят миссии. У нас страна в безвратственность идет, у нас страна загибается. Никто слова не говорит. Я вот Махненко знаю пастора Геннадия. Он такой, ну, мужик конкретный. Духовитый, сильный духом. Менты что стали делать? Репцентры начали закрывать, лидеров, репцентров начали брать, а от них, если они денег заплатят, спускают, а если денег не заплатят, садят в тюрьму, они при всяком выигрыше. Либо деньги, либо звездочка. А он авторитет свой долго зарабатывал. Он говорит, надо менять законодательство. Собрал всех духовитых верующих, а там кто-то и на фронте побал. Сделал на машинах, ну, этот, как его, рейд, ну, как бы, встал в окон президентов, в окон федеральностов, говорит, обрыгало, достал ваш беспредел. Многие сегодня генералы сняли с ВВД. Почему, он говорит, ну, если человек зависимый, ему надо удерживать. И надо всем работать, чтобы страна стала лучше. Я понимаю, для него важная миссия, чтобы изменить свою Украину. Да, что-то получается, что-то не получается, но я вижу, это человек духа. Сегодня верующие пастера видят, что-то, у них нет духа, что-то сказать. А вы знаете, почему делают? Они прикрываются. Главное, спасти, человека спасти, отправить на небо. Главное, чтобы все люди жили хорошо, все были верующими. У них нет желания вообще изменений кардинальной страны. Освобождение от идолопоклонства, от беспредела всего этого. Разрушение культуры. Если я сегодня у нас, я благодарю наших учителей, мы говорим, да, нам надо садики ставить, нам надо школы, мы каждую неделю, в год по 4 раза проводим лагеря для детей. Почему? Мы их с детства учим. Вы люди миссии. Вы однажды вырастите, может быть, я не знаю, когда произойдет это. Может быть, это как с Константином будет, через 5, 10, 15 лет, но однажды вы интегрируетесь в государство, вы интегрируетесь во все сферы и вы станете той закваской, которая изменит нашу страну. И вам нужно заложить эту миссию. И мы и школы, и садики, и все на это думаем, как открывать, чтобы воспитать детей влияния. Не просто благочестивые христианские дети, которые не пьют, не куют, не матерятся и живут благочестивыми рабами. А люди миссии сатаны над ими правят. Да и они говорят, все обласят Бога. Поэтому вам нужно освободиться от мистицизма. О, Бог сам как-то все это совершил? Освободитесь от всяких амулетов, предсказаний, пророчеств. Сейчас так, пророчества, пророчества. Где в Новом Завете пророчества все? В Иисусе исполнили все пророчества, а после Иисуса с того поручения. Поэтому я хочу вот эти вещи сказать. Поэтому, заканчивая проповедь, я хочу вам такую вещь. Ну, вы что-то получили для себя вообще, ребят? Аминь. Да. Да, аминь. Аминь. Не, если вы прям хотите жить благочестиво, живите, вы будете людьми миссии. Почему мы миссии? Это как в Шреке. Неужели вы будете в поражении за него? Мочи его, пацаны! Аминь. 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 Вот. Бог часто использовал, чтобы свою миссию исполнить людей с плохим характером. Я просто недавно услышал, пробовать. Хорошие пробовали. Что надо характер менять. Ну скажите, это Ион. Кто знает Ион? Он поменялся? Где он поменялся? Где он поменялся? Бог ему говорит, будут спасать язвичников. Ага, да пусть горят они. Поехал. Я им в кит кинул. Он на третий день. Представляете, какой отморозок был. Три дня в кашелоте лежит, на третий день говорит, ладно, хорошо, буду проповедовать. Три дня, два дня молчал на третий день. Он такой, ну ладно, хорошо. А до этого шторм долбил, несколько дней корабль, а он спит. Топи, короче. Из-за людей. Говорит, да из-за меня. Выкиньте меня. Вообще человек, ну понимаете, с отвратительным характером. Ему Бог говорит, три дня обходи и проповедуй, что неевея будет уничтожена. А он что сделал? Один день. Прошел туда, она говорит, будет уничтожена. Сел на колбик. Давай, Господь. Сказал, но не полностью. Бог будет людей использовать и с плохим характером, и с хорошим характером, если это люди, будет миссия. Вот я, человек. Опять же, я не призываю вам не менять свой характер. А то сейчас скажут, ну все, паса сказал, все, не менять свой характер. Будь таким, каким ты это. Я не призываю вас блудить, потому что блуд, это разрушит миссию. Тебе семью нужно и детей воспитывать. Для чего? Чтобы из себя вышли. Я и моя семья служил и Господь. Чтобы вот дети мои были, эпохальных детьми. Они растрачивают свои силы на блудниц. Ты должен только смотреть за это. Если вы мама, я говорю, что в чем там в миссии? Ладно, там паса такой герой. Ты ребенка воспитай, чтобы он стал Моисеем, чтобы он стал Иосифом, чтобы он стал Давид Даниилом, чтобы он с детства все время говорил, ты вырастешь человеком влияние, ты вырастешь эпохальной личностью. Наша семья служит Богу, и поэтому ты вырастешь, чтобы влиять. И учи его духовным законам, как это влияет. Как менять людей, как менять мировоззрение. Потому что миром правят духовитые ребята. Не умные, духовитые правят миром. Поэтому не старайся, нравятся людям. Потому что им все равно не понравишься. Поэтому что нужно сделать заканчивая служение, я вам могу сказать, что если вот эти мировоззрения вы уберете, и исцелятся все ваши все свои жизни, то, что будет мешать миссии, будут проходить перемены в семью. То, что мешает миссии, будет изменить ухоятых. Ты будешь убирать неважных людей, которые забирают у тебя время. Я вот, мне много пишут, но я не всем отвечаю. Мне там иногда пишут, что надо иметь погоны, чтобы с вами пастор поговорить. Да ты неуважительно разговариваешь. Нафиг ты мне нужна. Научись сначала разговаривать правильно, уважительно. Погоны. Постоянно пасторов критикуют. Сегодня, друзья, вот во всей церкви, надо всегда понимать, есть паровозы, есть люди, которые помогают паровозам, а есть люди, которые критикуют паровозы. Сколько людей в церкви, в нашей церкви, заинтересованы, чтобы был финансовый достаток в церкви? Сколько людей заинтересованы найти учеников, воспитать, ученичествовать, сколько вообще тянут? Вот это, ну, лямку, сколько тянут? Так мало. Жалства-то много, делатели всегда что? Мало. Поэтому мы должны, как церковь, что сделать? Паровозам помогать. Людям миссиям положить, сделать так, чтобы у людей миссии ничего не, чтобы они были развязаны, чтобы делать главные вещи. Чтобы они не думали, потренировали, потом есть зарплата. Должно быть так, чтобы у пастора должна быть зарплата, и чтобы он не имен бурстит. Чтобы он только проповедовал, как я сейчас езжу. Поймите, духовитые люди, паровозы, они могут себя обеспечить. Я в Сочи приехал, немножко погрудился, организовал бизнес. Вижу, церковь сочинская меня не прокормит, даже на кофе не хватит. Я организовал бизнес. Я могу, я организовал такой бизнес, что можно просто сейчас его масштабировать, и он будет приносить несколько миллионов в месяц. Но мне нафиг это не надо, потому что я не хочу, я человек в миссии. Я сейчас сижу, думаю, где бы ученика найти, чтобы отдать этот бизнес ученику, который бы его масштабировал, а я бы только занимался миссией. Итак, Иисус есть Христос, и даже если у тебя плохой характер, даже если пока и перемены нет, Иисус все равно является Христом. Почему? Потому что Он Бог. Он великий, Он всемогущий, и Он делает все через своих людей миссии. Иисус есть Христос. Если ты будешь человеком миссии, все в твоей жизни нет. Я и моя жена, мы на миссии. Понимаете? У меня сейчас люди на миссии. Я знаю, что мы поставим семинарию международную для обучения. И кто-то сказал, говорит, там плевать мне. Не вопрос. Мне не плевать, она будет. И мы соберем команду. И мы будем воспитывать людей в миссии. И мы поставим школы, и мы поставим садики. Мы сделаем так, чтобы через Христа, через Его Церковь, Бог прославился на нашей стране. Аминь. Иисус есть Христос. Поэтому, друзья, это 17-е фундаментальное послание, 17-е фундаментальное послание из 36-ти, которых у нас есть. И когда вы говорите, о чем учиться, я говорю, вам надо фундаменты поставить сначала. Чтобы понять, человек в миссии ты или нет. Это 17-е. И когда говорят, вот одно и то же. Да ты первых 10-ть не понял. А ты говоришь, тебе надо 36 изучить. Надо еще другие ученики какие-то слушать. Все уже здесь есть. Все уже есть. И пусть мне кто-то здесь скажет, что это не работает. Работает, и поэтому достали кошельки и принесли пожертвование. Иисус есть Христос. Сделайте перепост, ребята. Люблю вас. Конечно, сегодня я так пришел, как однажды Павел, говорит, как вам прийти с любовью или с мечом? Ну, я сегодня как бы-то с деревянным мечом пришел. Не, ну, правда, хороший дух, хорошая атмосфера. А? Вы что-то получили? Иисус есть Христос. Аминь. Сейчас я подождите, остановлю.